Отключайте телефончики, чтобы вы не помешали, если вы не знаете, общайтесь. Пожалуйста, 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 гости. Пожалуйста, пожалуйста, гости. Это аплодисменты Елены Леонидовны Мельниковой, потому что предмет, который мы сегодня будем давать, это ее учебник, и она автор наш. Она часто у нас бывает в гостях, поэтому не оплодирует. Большое спасибо. Садитесь. Итак, у нас с вами очередное занятие по нашему курсу. Я открываю знания. Помощник наш, наш учебник, я открываю знания. И боги-роли, учительница, как вы зовут? Галина Ивановна. Ну и ученики, конечно же. Ребятки, давайте вспомним, по какой теме мы работали несколько последних занятий. Учимся открывать знания. Учимся открывать знания, мы продолжаем учиться открывать знания с вами. Я приготовила для вас несколько слов, которые характеризуют то, чем мы в основном будем сегодня заниматься на уроке. Повторять, вспоминать, загреблять, систематизировать. Подберите, пожалуйста, еще одно слово, вот, похожее. Чем еще можно заниматься? Пожалуйста. Обобщать. Обобщать. Молодец, хорошо. Больше никто не вспомнил? Ну, ничего страшного. Итак, для того, чтобы мы начали наше с вами занятие, нам нужно повторить некоторые важные научные сведения. Вы сейчас будете устно заполнять пропуски. Кто первое предложение? Пожалуйста, Леша. Планета Земля и Леша. Планета Земля и Леша. Кто еще хочет? Панель, пожалуйста. Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Хорошо. Так. Еще? Планета не улетает от Солнца благодаря притяжению. Благодаря притяжению. Молодцы, вы абсолютно правильно все сказали. Скажите, пожалуйста, а кто сделал все эти открытия? Кто? 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 А нет. Ученые. Ученые. Отмечайте хором. Не стесняйтесь. Эти, да, все эти открытия сделали ученые. А мы откуда узнали о всех этих открытиях? Откуда? Из чего? Из учебников. Из учебников, конечно. Мы узнали из учебников. Продолжаем с вами заполнять пропуски. Итак, ученые открывают... Знания. Можно? Знания. Знания. Хорошо. Которые потом попадают... В учебники. В учебники. Шарообразную форму Земли открыло несколько... Древнегреческих ученых. А Коперник и... Коперник и... Коперник и... Ньютона. Ньютона рассматривали. Сделали свои открытия в одиночку. Хорошо. Кто помнит и сформулирует сейчас более подробно. Так как же мы с вами получаем эти знания? Как? Ну как? Сначала кто открыл? Ученые. Потом они куда попали? В учебники. А потом? К нам. К нам пришли, да? Вы же помните, какую схемку мы с вами составили, да? Давайте посмотрим эту схемку. На прошлых наших занятиях. Ученые. Знания. Учебник. У кого-то она в какой-то группе была длиннее, да? Ученик. После слова учебник. Абсолютно правильно. Скажите, а сколько времени ученые открывают знания? Сколько времени у них уходит на свои открытия? Сколько? Несколько лет. Много, да? Мы с вами помним наш урок, на котором, помните, Галина Ивановна спросила у детей, сколько времени Ньютон потратил на открытие закона всемирного тяготения. Что дети ей ответили? Несколько лет. Вы чего они решили, что несколько минут? Несколько лет. Да, они помнили про яблоко. А что сказала Галина Ивановна? На самом деле Ньютон работал на своей пульсе очень молодой. Нет, она сказала неправильно. Много он работал. 20 лет. Это все что? Это вызвало что, ребята? Удивление. Они удивились. Почему так долго, да? И когда мы рассмотрели, кто объяснит, почему же так много времени-то у школы Ньютона на свое открытие? Почему он столько много лет-то работал? Почему не быстро? Алина? Потому что надо все доказать. Сначала что надо сделать? Проверить. Сначала что надо сделать? Что надо сделать сначала? Найти проблему. Найти проблему или как еще можно сказать? Соберить депозит. Сначала найти проблему, а еще что надо? Что он делал, вспомните? Поиск решения. Вопрос. Какой вопрос возник, кто помнит? А почему? Почему предметы падают вниз, а не на пьесах. А еще какой был вопрос, кто помнит? Почему планеты не улетают от Солнца и почему луна не улетает от Земли? Вот. Вот такой вопрос он себе задал. Сначала он вопрос сформулировал, да? И как мы этот этап называем? Воспоминания. 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 Что он затем сделал Ньютон? Затем он что, выдвигал или проверял, да? Это тоже много-много-много времени занимало, да? Хорошо. Затем что было? Вот уже проверил гипотезы, нашел верную гипотезу. Что стал делать? Что стал делать? Что создавал? А что было продуктом? Он писал свой труп, была книга, да? И на это тоже ушло много-много лет. И когда уже книга была опубликована, как это мы называли? Представил свой продукт миру, и все ученые смогли, и все люди смогли узнать, да? О его законе. Вот давайте теперь еще раз вспомним с вами, как все было. Первый этап Ньютон задал себе вопрос. Это этап постановки правления. Потом он выдвигал гипотезы и доказывал их. Это этап решения проблемы. Затем Ньютон написал целую книгу о своем законе. Это третий этап. Этап создания продукта. И вот четвертый этап представления продукта, да? Когда все уже узнали об этом, его важно в таком законе. Скажите, пожалуйста, а мы с вами делаем какие-нибудь открытия? Да. Какие? Мы узнаем... Продвигали их много лет, а мы... Работали над своими администами много лет. ...а мы их выдвигали всего за один урок. А что, мы такие умные, что ли, что за один урок? Почему у нас так быстро-то? Мы оттуда заняли себя, а не для всех. Мы оттуда заняли всех. Как еще можно сказать? Как еще точнее сказать? То, что мы изучаем уже... Мы изучаем открытые знания. Открытые знания. Мы изучаем то, что уже открыто и всему миру известно. А для вас это новое открытие, да? Поэтому нам хватает одного или двух иногда уроков. А чем похожи наши открытия на открытие ученых? Чем они похожи? Вы у нас все те же руки поднимаете, не стесняйтесь. Вы тоже делаете открытие по этапам. Мы, как и ученые, открываем наши открытия по этапам. Перечислите, пожалуйста, мне еще раз этапы. Еще раз этапы. Тагир, пожалуйста. Постановка проблемы, решение проблемы, создание продукта, представление продукта. Вот постановка проблемы. Какими способами мы можем с вами поставить проблему? Какими способами? Вспоминайте, вспоминайте. Задать вопрос. Поставить проблему и задать вопрос – это одно и то же. А вот способами, как мы можем идти? Цепочкой и догадкой. Цепочкой – это когда мы выполняем пошагово все задания, догадкой. А догадкой – это когда мы… Когда у нас что появляется? Когда у нас возникает вопрос и… Какие-то эмоции, удивление, да? Когда у нас возникли эмоции, и вот на эмоциях у нас появилась догадка. Вот сегодня я перед вами ставлю одну задачу. Не знаю, сложную или несложную задачу. Но мы уже с вами работали на уроке окружающего мира таким образом. Были разные темы. Вот сегодня вам нужно вспомнить какие-нибудь открытия, которые вы сделали как ученые, но на разных предметах. Вот у каждой группы своя табличка, да? Предмет, на котором вам и учебник лежит, да? Вам нужно сейчас показать какое-нибудь открытие на данном уроке. Подумать, над какой темой. Я здесь, вы не волнуйтесь, я подскажу. Если вдруг какие-то возникнут проблемы. И расписать эту тему вот по этапам. Можно вот прям недавние темы взять. То, что у вас еще свежок в голове. Понятно? Вот думаем над темой. Оформляем свое выступление, да? А затем вы нам представите свой продукт. Задача ясна? Да. Хорошо, приступайте. То есть открытие на уроке. Понятно. Врачом на отдел. Врачом на отдел. Задача ясна. Спасибо. 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 Субтитры делал. Спасибо. 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 Возвращение, пожалуйста, обращивайте. Сели все группы. Кто хочет первым выступить? Какая группа? Ваша? А кто раньше закончил? Они раньше закончили. Слушаем, помогаем, вспоминаем этот урок, который они нам представляют. Так, давайте вашу табличку. Да, группа представляет у нас урок русского языка. Да, наша группа представляет урок русского языка. Мы хотим узнать название, предложение, спиной речи. Первый этап. Нам вот не видно факта. Первый этап. Постановка проблемы. Первый этап. Постановка проблемы. Нам дали, поставили проблему. Так, там ставили проблему. Нам дали задание. Поставили задание, предложение. В первом предложении, в саду «Росли не забудьте ромашки» мы поставили запятую без труда, потому что это предложение с однородными членами, которые мы уже проходили. В втором предложении, «Пошел сильный дождь и мы ушли домой», мы тоже поставили запятую, потому что это было сложное предложение, которое мы тоже уже проходили. А вот в третьем предложении, я услышала, как мама сказала кому-то в коридоре, «Тайна всегда строится явным», у нас возникла проблема, так как мы не знали, где поставить знаки препинания. Но каждый поставил по-разному. По-разному. То есть, и как, и что тогда вы? И мы удивились, почему предложение задания там было одно, а мнений столько много. Так. И я тогда вам что говорю? Что это предложение? Прямой речью. Прямой речью. Так какая тема урока была? И тогда мы поставили тему урок «Узнать предпинание предложений в своем речи». Так. Во втором, и так, поиск решения. Наш учитель дал нам тексты, в которых были предложения с прямой речью. По группам? Или всем одинаковым текстам? Нам дали разные тексты. Разные тексты, да. В которых были предложения с прямой речью. И тогда мы поняли, как… Рассматривали. Мы рассматривали тексты и сделали вывод, который потом сравнили с выводом автора. Да. Да. Сделали вывод, как нужно правильно поставить было знаки. Да. И… Все, я не умешусь дальше. Прямая речь, она всегда пишется за главную букву и берется в повышку. Если прямая речь в начале, после нее ставится завитая, тире и авторские слова… Слова автора пишутся с маленькой. А если слова автора впереди стояли… Стояли в начале и предложили, да. …то тогда ставится двоеточие и прямая речь. Потом прямая речь. Потом прямая речь. Хорошо. И какой продукт вы создали? Вот мы сделали вывод, посмотрели, как правильно были поставлены в разных текстах, да, эти знаки припинания. Сделали вывод, сравнили с авторским. Что потом сделали? Потом мы рассмотрели схему… Так рассмотрели или мы придумывали схему? Вы кто помните? На третьем этапе мы придумали… Придумали все разные схемы, да. И выбрали две самых подходящих. Так. Потом представили свои схемы и решили, что две самых подходящих схемы… Вот те, что вы нам представили. Так. Что потом делали с нашим открытием? Мы рассмотрели схему, вернулись к нашему предложению и проставили в нем значки. Вернулись к самому первому нашему предложению и правильно уже смогли проставить знаки припинания. Вот так состоялось открытие у нас на уроке русского языка с прямой предложения, с прямой речью. Но, может быть, какие-то нюансы были немножко другие, уже прошло несколько занятий. Ну, молодцы, ребята, поаплодируем наши друзья. Аплодируем наши друзья. Спасибо за зрительство, пожалуйста. Только, пожалуйста, вот я вам вернули сочек и сразу сами свои ошибки. Посмотрите. В учебнике у нас в ДК поставили у нас 50 ошибок. У вас были предложения. Так, пожалуйста, ваша группа. Табличку вынесите свою. Так. Так. Отец. Вы же нам без текста как-нибудь готовное чтение такое-то зачитаете. Вы устали? Да. Чуть-чуть передохнем, может быть. Давайте мы перед вашим выступлением, мы вот здесь немножечко зарядку сделаем. Ладно? Это такая у нас преработа серьезная. Немножко можно отдохнуть. Аплодируем. Пошли. Е mob. Григорий. Ладно. Григорий. Аплодируем. Ладно. Субтитры подогнал «Симон» 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 мы сформулировали что тема нашего урока мы не решали пример здесь умножение и деление не знали порядок действий поэтому решение неправильно хорошо поиск решения тоже сложный до каждой группе причем на задание какое-то решенное сдавать все задание какое-то мы выполняли все по порядку но это оказалось нервным тогда мы сделали первое умножение умножение или вычитание слева направо потом мы сделали схему то что нам сначала делать и умножение и выделение а потом сложение или вычитание слева направо схемы группы своей представили да у кого-то были более удачно у кого-то менее что дальше представление продукта а вот это и было же это извините я обрезала представление продукта и было определили схемами да так и мы узнали что умножение или делается первым действием а потом уже все остальное потом мы вернулись к тому примеру когда он у нас был решен неправильно это и решили его правило все сами открывали порядок действий практически все скрывали даже промолчалась как дело что неправильно решили только показала сейчас вспомнили 3 урока и мне кажется что в основном уже вот среди 4 научились открывать знания скажите пожалуйста а зачем надо открывать знания можно же не открывать ты лучше запоминать тебе это более интересно так хорошо усваиваться так настоящее настоящее так еще мы работали еще мы работаем в группе учимся более правильно разговаривать и не бояться публики и мы получаем важные умения важные умения развиваем речь да не боимся да боремся со страхом хорошо еще это хорошее качество очень хорошие качество так еще что можно сказать так полезнее самим открывать знания или все таки полезнее готовы получить полезнее самим открывать знания да это не только интересно действительно но и гораздо полезнее и поэтому мы себя и сравниваем с учеными как маленькие ученые работают на наших уроках вы ребятки молодцы мы справились поставленной задачи очень вами довольна большое вам спасибо можете встать вот эти учителя приехали со всей страны чтобы посмотреть как ирина варентиновна вместе с вами открывает знания и вы сегодня так хорошо объяснили про свои уроки что мне лекции читать уже не нужно учителя все поняли как делается русский математика литература вы сильно облегчили мне жизнь учителя ребята прекрасный был урок я очень довольна правда а мы очень довольны что у нас есть этого ограбления научились открывать знания самим да Продолжение следует...